Сегодня очередная история и речь пойдет о легендарной гранате Всем, наверное, она известна И увидев ее, все сразу сказали, что это лимон Ручная, оборонительная, противопехотная граната Дистанционная, с запалом ковешниковым Именно эта граната в начале войны показала все то, на что она способна И говорить, что она стояла на вооружении, наверное, будет неправильно Поэтому я скажу, что она стоит по сей день Конечно, она претерпела ряд модернизаций всевозможных Но в целом по сей день стоит и защищает рубежи нашей Родины Все образцы, которые здесь представлены, которые вы видите Являются на сегодняшний день макетами Не имеют взрывчатого вещества Но история, связанная с ними, у каждой гранат в отдельности И хотелось бы рассказать о Ф-1 по порядку Проводя экскурсии у нас в музее, мы, конечно же, спрашиваем Почему все сразу ее называют лимонкой С чем это связано И первое, конечно, мнение, которое бытует уже долгое время Конечно же, сравнивают ее с лимоном Лимонка, лимон На самом деле это заблуждение Если ее сравнивать с каким-то фруктом То я бы ее ананасовка назвал И это было бы правильнее по форме ананаса Она больше похожа Граната оборонительная Наверное, не всем вообще понятие оборонительное Но ступательное сразу понятно Оборонительная она, потому что разлет осколков Намного больше, чем боец может ее мышечной силой бросить вперед То есть разлет осколков гораздо больше Поэтому ее нужно бросать только из-за укрытия Либо из оконных, дверных проемов Так, чтобы воин мог оставаться в каком-то укрытии И от этих же осколков не пострадать Дистанционное Дистанционное это говорит о том, что время замедления До момента подрыва 3,2-4,2 секунды То есть именно вот эта дистанция дается воину На то, чтобы укрыться Либо какую-то выполнить задачу Повременное, чтобы понимать Насколько ее нужно бросить Запал Ковешникова Вот здесь он представлен Это первый тип запалов В того времени В 1918 году Федор Ковешников Начал делать запалы С чем это связано? Вообще у нас на вооружении стояли гранаты Французского образца И у них запалы были не очень надежны В плане того, что они срабатывали только после удара Об что-то Об землю Либо какое-то укрытие Соответственно Это доставляло воину Всевозможные неудобства Потому что он мог его уронить просто И сам подорваться Поэтому Федор Ковешников В 1918 начал проектировать Свой запал В 1920 году Был спроектирован Но на вооружение встал Только лишь в 1928 году Столько времени Понадобилось Федору Ковешникову Чтобы доказать Что его запал Намного эффективнее Лучше И когда прошло ряд Армейских испытаний Да, сказали Что действительно данный запал улучшил Сам корпус Видно, что он такой ребристый корпус Лицевидной формы Данный корпус Как многие считают Сделан ребристым Для того, чтобы Как можно было больше осколков На самом деле Это не совсем так Отчасти может быть И улучшает разлет осколков Но в целом Чугун Металл из которого сделан Корпус Он, в принципе Довольно-таки хорошо Делится на фрагменты И данный корпус Разлетается Где-то примерно На 300 фрагментов осколков Соответственно Еще он сделан для того Чтобы удобно было Держать в руке Чтобы он не выскальзывал При броске Если сравнивать С зарубежными аналогами Вот такая английская граната Номер 16 есть Вы видите Вы видите, что она Абсолютно без ребер Абсолютно гладкая Можно представить Что если руки Находятся мокрые В каких-то условиях То у бойца Эта граната Может просто выскользить Что и происходило В действительности Страна граната Поэтому ребра Использовались На всевозможных гранатах И граната Первой мировой войны Это Образец немецкой гранаты Это уже наша граната По образу и подобию Граната 1916 года Немецкая Называется русский гранат Такая необычная граната Шарообразная Тоже ребристая Сделана полностью Скопирована С немецкой гранатой Запал Ковешникова Его можно наблюдать И в фильмах показывают часто Такие запалы Также вы можете наблюдать Что гранаты Переносились в подсумках Специальные подсумки На три гранаты Использовались Очень надежное Эффективное оружие Также При транспортировке гранаты Вот так вот Выглядит транспортировочная граната То есть С заглушкой Вот такая заглушка Взрыватель не вкручивается В момент транспортировки Чтобы не произошло Каких-то несчастных случаев Подрывов В 1941 году Придумали новый запал Запал УЗРГ Впоследствии запалы Еще модернизировались Сегодня есть уже запал УЗРГМ УЗРГМ-2 То есть Всевозможные модернизации Данных запалов А вот первый запал Еще в годы войны В принципе Он Не сильно отличается От запалов современных И Действия его Довольно-таки Эффективны На полях сражениях Также встречаются Вот такие необычные Гранаты Это граната Керамическая И в чем ее необычность Наверное в том Что граната Использовалась больше В учебных целях Чтобы не иметь Поражающие элементы Осколки Так как керамика При подрыве При небольшом подрыве Просто превращалась В пыль Соответственно Не унося Никакого вреда Бойцу Вот такие гранаты Тоже находятся И Не часто встречаются Когда я увидел ее сам Тоже удивился Потому что Редкая граната И Немного Где Можно встретить Такие гранаты К запалу ЗРГ Также Применялись На гранатах РГ-42 Такая граната Цилиндрическая Это уже граната Наступательная В отличие От Ф-1 Тоже применялись Вообще У нас В годы Первой мировой войны Как правило Не было своих Нормальных гранат Мы в основном Использовали 80% Использовали Зарубежные гранаты Всевозможные Если говорить Про нашу гранату Первую Отечественную гранату Эта граната Бутовского Образца 1916 года Очень сложная Граната И для того Чтобы ее просто Бросить Потребуется Порядка 10 секунд Чтобы ее снарядить Все открыть Все зарядить То есть Очень сложная Граната Но сегодня Данные гранаты Мы наблюдаем Во всех Образовательных Учреждениях На уроках Физкультуры Вот именно Такой же формы Гранаты По сей день Остались Учебные Как и В годы войны Были учебные Гранаты Вот здесь Вот видите Подобие Гранаты Родултовского Только деревянные Для того Чтобы тренироваться Правильностью Выполнения Броска Гранат Не на дальность А именно Правильностью Выполнения Броска На смену Всем этим Гранатам Все равно Приходили Иностранные Различные Гранаты Вот и Граната Ф1 Только Лишь В 1939 Году Изменила Свой Корпус Имела Свой Взрыватель И только Стала Полностью Нашей Отечественной Гранатой До этого У нее Был Корпус Дно Откручивалось Для того Чтобы можно Было делать Из нее Оружейную Гранату Составлялся Штифт Специальный Металлический И можно было Заряжать В оружие Но это Во французское Оружие В нашем Оружии Это не Применялось И по сей День Не применяется Снабжались Данные Гранаты Разными Взрывчатыми Веществами Это Тренитор Туо Тренитор Фенол Два Взрывчатых Вещества Которые обычно Снабжались Данные Гранаты Причем Тренитор Туо Ну Если говорить Просто Тротил То Он был Всевозможный То есть И насыпной Сюда Помещали И Прессованный Был Также Данные Гранаты Снабжались Дымным Порохом Что Было Менее Эффективно Но Тоже Результат Разлет Осколков Тоже Был Конечно Зачастую Мы находим В Роскопе Половина Гранаты Осталась Целиком Не разорвавшись А только Половина Разлетелась На осколки Скорее всего Что данная Граната Была Снабжена Как раз Дымным Порохом Потому что Во время Великой Отечественной Войны Сложности Были На заводах С подвозом Своевременным Подвозом Поэтому Мы использовали Различные Начали Для поисковика Данная Граната Является Очень опасной Потому что Она непредсказуема Пролежав В земле Более 70 лет Что от нее Ждать Никто не знает И вообще Поисковик При обнаружении Любого взрывчатого Вещества Согласно Технике безопасности Не должен Дальше проводить Работу То есть он Он должен Территорию Пометить Предупредить Всех Либо Вызвать Группу Разминирования Которая Находится По близости Либо Сообщить Старшему По вахте Тоже Не часто Встречаются Потому что Гранаты Просто так Выбрасывали И если Даже боец Погибал То соответственно Гранаты Старались Собирать Забирать Потому что Все таки Серьезный Аргумент Граната В бою Продолжение следует